Добрый вечер, уважаемые телезрители! Добрый вечер, уважаемые телезрители! 222-333, телефон прямого эфира и задавайте свои вопросы нашим гостям. Айтпай Слахатович, первый вопрос к вам. Сейчас идет один из масштабных ремонтов, которые затрагивают линии 11-12 микрорайонов, а также микрорайонов Булашак и Киндала. Успеете ли до 15 сентября, как вы уже обещали, до этого уложиться в эти сроки? Сейчас по этих районах работы идут, и идут хорошими темпами, скажем. На сегодняшний день около 40% таких подготовительных и монтажных работ уже, скажем, выполнено. В дальнейшем работа производится согласно утвержденного графика, и мы думаем, что до полу графика мы уложимся своевременно и подадим горячую воду в сентябре до 14-го числа домой. Даже до 14-го сентября вода появится горячая. В связи с ремонтом, естественно, вскрываются слои асфальта и другие участки, не асфальтированные. Тем не менее, иногда в редакцию звонят телезрители, жалуются, что некоторые подрядные организации забыли за собой разровнять почву. Со своей стороны Трансэнерго будет ли контролировать этот вопрос? Естественно, контролируется и будет, потому что все работы по благоустройству, значит, по окончанию работ, монтажных работ, по окончанию должны все благоустройства устраниться и выполнить ту прежнюю, принять прежнюю облик, скажем так, асфальтирования. Также должны укладываться те врусчатки, где, если повреждены растительные состояния, они должны все восстанавливаться подрядными организациями. Приводиться в исходное положение. Есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Так, у меня такой вопрос. Мы живем в 12-м микрорайоне, дом 62, вот. И у нас по жизни, всю жизнь, я в этом доме уже почти 12 лет живу, и здесь, в нашем доме, все время холодно. Все время холодно. Зимой даже у нас температура в квартирах 18-19 градусов. И что с этим делать? Нас КСК направляет на, конечно же, в Трансэнерго, а у нас в квартире от этого никогда тепла не было. И что нам делать? Уже утепляемся, все утепляем, уже некуда. Спасибо. Кто будет участвовать? В данное время, сейчас вот мы уже говорим, что идет реконструкция тепловых сетей в данных микрорайонах. То есть в данное время сейчас мы увеличиваем диаметр трубопроводов в целях улучшения теплоснабжения данных микрорайонов. Думаю, что в следующую зиму будет улучшение. Спасибо. Спасибо. 222-333, телефон прямого эфира. Апиас Лохатович, в целом, какие еще работы ведутся? На это ли это запланированы? И общая протяженность реконструируемых, ремонтируемых сетей? На этот год заложено, конечно, много. Во-первых, вот это данные в 11-12 микрорайон. Здесь заложено 3,1 километра теплотрассы на сумму 1,5 миллиона тенге, выделенные из областного бюджета. Также ведутся работы по средствам, которые предусмотрены нашим тарифам. Значит, поэтому там у нас 2,7 километра предусмотрены. Там же работы в основном уже идут к концу по капитальному ремонту. Ну и еще по текущему ремонту, сейчас на сегодняшний день около 80% работы по текущему ремонту выполнены. Это текущий ремонт. Это ревизия задвижек, ремонт тепловых камер, ремонт таких мест, где было повреждение во время испытания. Вот эти все работы сейчас ведут, ведем такие свои работы. Также готовятся работы по подготовке наших котельных. По котельным тоже основные котельные в основном готовы. Тоже к началу сентября мы должны все, надеемся, все котельные будут готовы к эксплуатации. У нас дозвонившийся телезритель, который хочет принять счастье в нашей беседе. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем. Обращаемся к вам с вопросом по адресу проспекта БА21. У нас нет воды с 22 мая. Причина неизвестна какой. Порыв, авария. Крис, значит, говорит, обращайтесь в ЖКХ, потому что на их балансе находится коммуникация. Ну и, соответственно, никаких действий с вышесказанной даты не производится. Спасибо. Да, по данному адресу действительно нет горячей воды, потому что данная теплотрасса находится на балансе ЖКХ. Она признана судом и передана в баланс ЖКХ. Так как в нашем балансе на нашем предприятии не стоит, мы не имеем возможности тратить на это какие-то средства, потому что это незаконно будет. Поэтому этим должны заниматься жилищные инспекции, городской отдел жилищного хозяйства. Ну и должны побеспокоиться о МИКХ. В городской Акимат необходимо с данным вопросом обращаться. Айтпай Слахатович, насколько я правильно понимаю, нагрузка при строительстве микрорайонов Кендалла и Булашак, после возведения Кендалла и Булашак, легла на сети 11-12 микрорайонов. Сейчас это все более современными, усовершенствованными, мощными трубами заменяется. Есть ли другие подобные сети, на которые ложатся нагрузки за счет появления новых микрорайонов? И как в будущем будет решаться этот вопрос? Ну, в основном-то во всех микрорайонах теплоснабжения жалоб не было, да и они предусмотрены на нарастание. Но если новые какие-то строительства хотят подключиться, мы даем тех условия, которые необходимо выполнить. Есть эти условия, где-то нас будет увеличить трубопровод в диаметрах, где-то заменить какие-то участки. В основном у нас большинство строительной работы еще ведутся в 12 микрорайон, в Булашаке, поэтому эту сторону свою нагрузку уже набрали, и новые строительства дальше продолжаются. Поэтому сейчас мы приняли решение сделать реконструкцию, увеличить данные теплотрассы. Значит, там раньше было 700 миллиметров, но сейчас мы вложим 820. в сторону 12 микрорайона, там раньше 500 трубы, сейчас мы туда укладываем 720. Ну, это, во-первых, увеличится количество воды, значит, улучшится теплоснабжение, но еще и применяется... С учетом прироста этого микрорайона в населении. Есть телефонный звонок, просите. Добрый вечер. Слушаем вас, задавайте свой вопрос. А, здравствуйте. Мне, опять же, хочу вопрос. Жители Ехипатрии 75А, там, у нас уже 3 месяца нет горячей воды, вокруг все пользуются. Понятно. Обращались наши представители дома и Крестка, ну, якобы, трансмеды объяснили, объяснили, что это, говорят, бесхозная трасса, делайте сами. Кайл выкинулся. Все время не пользуются горячей водой, трассы пользуются, трассы нервные. Я впечатляю, там дом право-право-право-право. Спасибо. Я вас понял. Ну, точно только что я ответил по примеру, такой же вопрос был. Значит, сам теплотрасса не может быть бесхозной, потому что судом признано бесхозным, и оно все передано жилищное хозяйство города, то есть ЖКХ. И вам необходимо обратиться в жилищную инспекцию, в ЖКХ через Акимат. Спасибо. Преимущества новых труб. Пару слов о них, потому что в последние годы вся замена, она как раз таки строится на том, чтобы новые трубы были использованы. Да, сейчас мы, значит, в последние годы применяем новые трубы, это преизолированные трубы, значит, стальные трубы полиэтиленовой оболочки с заполненной пупулой, то есть пенополиуретаном, это сохраняет, во-первых, тепло, во-вторых, сохраняет от наружной коррозии, то есть сама пластик не дает проникновенной наружной воды там, и срок службы данного трубопровода увеличивается. А также там эти трубы оснащены с ВДК, то есть дистанционными определениями порыва можно, значит, наблюдать и своевременно отреагировать и потери воды уменьшится. Вот такие трубы сейчас применяются, уже мы применяем их более, около трех лет, пока сейчас вы себя оправдывает. Закопал и на 50 лет забыл об этом участке. 222-333, телефон прямого эфира, звоните, задавайте вопрос сегодняшним нашим гостям. Это Ислах Адович, с прошлого отопительного сезона микрорайон «Авиагородок», теперь жители «Авиагородка» стали клиентами, потребителями «Аотрансэнерго». Но теперь все люди, конечно же, задают вопрос, будет ли летом у них горячая вода, поскольку все эти годы, летом она отсутствовала. Насколько это реально, нереально в обозревом будущем? Вообще, котельный не предусматривает подачи горячей воды в летнее время, потому что оно, все-таки сезонное, оно предназначено для подачи тепла. Поэтому сказать, что в дальнейшем будет горячая вода, это было бы, в смысле, неправда. В данный момент, значит, мы как приняли данные котельные со своими сетями, сейчас ведутся там же такие же работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Работы в основном по сетям мы, так скажем, уже заканчиваем, по котельным сейчас еще работаем. К началу отопительного сезона все будет готово к приему подачи тепла. Спасибо. Альба Гульс Магулна, вопрос к вам. Сейчас ассистенты показывают, что поступил звонок. Ну, прежде всего, давайте примем. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Мы проживаем по адресу Абуха-Эрхана 71, корпус 1. Это напротив космоса. У нас дом в аварийном состоянии. Батареи очень плохо отапливаются. В квартирах зимой по 10 градусов тепла. Мы неоднократно писали заявления в Трансэнерго. Приходили ребята, смотрели, КСК подавали какие-то заявления, но никто ничего не делал. Я очень ждала эту программу, чтобы именно поговорить с директором, с начальником, чтобы обратить внимание на наш дом. Он стоит в центре города, но он плохо отапливается. зимой мы все переболели пневмонией. Вы знаете, это было что-то. Мы за свет платили по 26 тысяч в месяц. Спасибо. В данный дом, как я понял, все зависит от внутренней системы, как сами говорите, все в страшном состоянии. Трансэнерго внутренними сетями не занимается. Мы подаем тепло до дома. Внутренние сети должны обслуживать КСК или кондоминиум, кто из них вас руководит этим хозяйством. Поэтому жильцы должны выходить с такими вопросами. Можно через жилищную инспекцию и решить вопросы. Я пользуюсь этим моментом. Я бы хотел еще сказать, что ближайшие пятницы с 15 числа с 19 часов вечера до 6 часов утра 18 будет ограничение движения по проспекту Абулка-Ирхана от улицы Мамедова до улицы Бакенбай-Батыра в связи с капитальным ремонтом и реконструкцией тепловых сетей между 11 и 12 микрорайонами. На один день? Нет. От пятницы до понедельника. Получается суббота воскресенье. Два дня. Два суток. Альбе Гульс Магуловна по счетчикам очень много говорится, очень много пишется, тем не менее не все еще установили приборы учета. В этом плане какая картина по городу? На сегодняшний день вы, как все заметили, уже по всей территории Казахстана такая тенденция идет роста тарифов по всем видам энергоресурсов, в том числе и тепловой энергии. В связи с этим разработан ряд механизмов энергопотребления и энергосбережения. Политика президента Республики Казахстан закон о естественных монополиях и регулированных рынках предусматривает обязанность всех потребителей пользующихся нашими услугами обеспечить жилой дом, квартиру либо какие-то объекты сооружения общественные оснастить приборами учета тепла и индивидуальными приборами горячего водоснабжения. На сегодняшний день в нашем городе уже 235 домов установили тепловые щечки. Это какой процент от общего количества? От общего количества получается 26%. По счетчикам горячего водоснабжения у нас оснащенность уже 98%. На сегодняшний день очень много задается вопросов об эффективности установки общедомовых приборов учета тепла. На сегодняшний день преимущество общедомовых приборов учета тепла мы уже вывели по окончанию отопительного сезона. Каждый год по окончанию мы проводим мониторинги, у кого установлены общедомовые приборы учета тепла. Реальная экономия составляет от 20% до 40% в зависимости от дома. На сегодняшний день в Министерстве регионального развития уже остро стоит вопрос о том, чтобы в период 2014-2015 годов 100% оснастить приборами учета тепла. На сегодняшний день уже по всей республике было выделено 8 миллиардов тенген. Сейчас немного я расскажу об этом процессе, как будет происходить установка общедомовых приборов учета тепла в нашем городе. В этом году нам будут выделены денежные средства в виде финансового лизинга, то есть по 4% годовых на 4 года. Естественно, это будет на возвратной основе, то есть это республиканские деньги. Каждый дом должен будет устанавливать? Каждый дом, да. На сегодняшний день нами подана заявка в акционерное общество фонд развития ЖКХ на 180 приборов. Это в этом году. Поэтому то есть вы бы хотели посредством вашей передачи всех жителей оповесить о том, что до окончания этого года будут уже установлены эти 180 приборов. Дома выборочно или по желанию? Дома были обследованы, то есть совместно с местными исполнительными органами жилищной инспекции нашего города были определены дома, то есть это состояние домов должно быть по крайней мере улучшенным, сухим, неветхими, непризнанными аварийными. Поэтому из числа всех домов мы в этом году отобрали 180 домов пригодных к установке этих данных счетчиков. То есть после установки то есть идет то есть жители должны уже оплачивать нам установку данного счетчика. Ну как вы знаете стоимость счетчика у нас варьируется от 400 до 600 тысяч счетчинги поэтому каждый житель я думаю что они себе не могут такого позволить потому что это очень дорогое удовольствие и у каждого счетчика должен быть хозяин то есть кто-то должен за этим следить поэтому сейчас республика выделяет такие денежные средства в виде финансового лизинга но на возвратной основе за 4 года но по желанию жителей этот срок можно сократить то есть от года до 4 лет до какого срока необходимо будут в целом завершить эту работу по установке подобных ну на сегодняшний день задачи конечно ставят 14-15 годы завершить приборизацию стопроцентную но уже на протяжении 5 лет наша организация активно проводит работу в этой сфере мы совместно с жилищной инспекцией с департаментом АРМ ежедневно проводили выезды создавали лекторские группы и ввели пропаганду установки приборов учета тепла приводили факты экономии реально потребленного тепла из телефона звонок добрый вечер вы в эфире слушаем я вот хотел бы задать такой вопрос вот мы живем на братьев зубанов в 10-72 дом постоянно у нас вот зимой холодно в КСК звоним почему это отопления нет они это на это на трансэнерги говорят поэтому они убавляют говорит вот это я инвалид второй группы вообще у меня внуки маленькие замерзают как вам быть спасибо ну данное время сейчас я же вам точно не могу сказать потому что это должны обследоваться в отопительный период это тепла нет по стояку или может по подъезду поэтому надо будет обследовать это по началу отопительного сезона спасибо к сожалению время эфира подошло к концу и Альбегуль смогу но мы обязательно хотим видеть в наших будущих телепрограммах именно на тему установки приборов учета ну а сейчас будем прощаться с телезрителями с вами были заместитель главного инженера АО Трансэнерго Айтпеслахатович Даулбаев а также заместитель директора этого же предприятия по финансовым вопросам Альбегуль смогуловна Айтенова Якмарал Манькузова Сейчас реклама после которой Гульбаршнакат ознакомит вас новостями на казахском языке Благодарим вас за звонки Всего доброго Спасибо за интервью Редактор субтитров А.Семкин